привет друзья на связи роман душкина сегодня новое воскресенье поэтому я предлагаю вам немножко по философству но если вы еще не подписались на мой канал сделать это прямо сейчас поставьте лайк напишите комментарий и погнали и так мы начали рассматривать всякие мистические так скажем система мировоззрений мировоззрение в рамках мистицизма но это в основном все связано с религией потому что религия это такой давлеющий давлеющая система мировоззрения система взглядов так скажем понимание окружающей действительности которая так скажем с самой зари человечества до современности несмотря на все достижения научно-технического прогресса а снова продолжает давлеть над умами людей и собственно религия в своем развитии проходила большое количество этапов я все эти этапы саму религию называем мистическим мировоззрением потому что ну так скажем в противоположность естественно научному мировоззрению и в противоположность бытовому мир мировоззрению которые сейчас многие люди придерживаются но бытовое мировоззрение мы его наверное рассмотрим когда-нибудь потом но это такая эклектичная смесь религиозных художественных научных взглядов и так далее ну вот а именно мистическое мировоззрение она дает людям некую основу для мировосприятия но при этом не само по себе не основано на каких-то верифицируемых и валидируемых принцип ну все это связано с тем что изначально люди были не очень так скажем развиты в когнитивном отношении в умственном отношении то что видели то и пели ну и собственно придумали первое что придет в голову а в голове у нас естественные нейронные сети у которых есть очень специфические функции это то что я называю апофении и поиск скрытых закономерностей ну интуитивные там а интуит интуитивные прозрения а также всякие щелчки в голове которые связаны с перескоком электромеханических процессов с одного нейрона на другой в общем все это очень сложно но в итоге приводит появлению в голове всяких странных идей вот вы наблюдаете за окружающей действительностью у вас в голове зарождаются идеи вот эти идеи приводят как раз к тому что появляются странные системы объяснений того что ты не можешь объяснить начинаешь этого бояться и для того чтобы себя успокоить начинаешь это как-то объяснить но это эти объяснения не связаны с верифицируемыми валигируемыми и фальсифицируемыми вещами на чем зиждется именно естественно очными родами и соответственно давайте перейдем в рамках эволюционного рассмотрения мистических систем к рассмотрению самый такой базовый первичный то что я называю при анимизм при анимизм это еще до возникновения каких-то религиозных воззрений на то что происходит вокруг но это было у самых самых первобытных людей еще у которых даже даже наверное еще только-только стали людьми то есть они не оформились в крупные сообщества которые могли как-то рассматривать себя в качестве человеческих сообщества как бы племена людей которые только-только стали людьми и вот у них конечно в головах появлялись появлялись какие-то попытки объяснений того что они видят вокруг огонь молния животные которые ходят и так далее и соответственно при анимизм это такое еще даже не система мистического мировоззрения а такое все проникающее чувство опасности которая идет от окружающего мира это опасность такая мистическая то есть мы не можем объяснить себе что происходит но окружающий мир опасен и страшен и вот это вот чувство опасности оно конечно тревожило человека и запускало в его голове большое количество когнитивных процессов по попыткам так скажем избежать этой опасности сделать свое свой маленький мирок свое ближайшее окружение безопасным и так далее вот но собственно в рамках при анимизма сложно рассматривать вот эти три ключевых концепции ради которых мы мистическое мировоззрение рассматриваем это жизнь смерть и а бессмертие поскольку все наши философские размышления крутятся вокруг философии бессмертия и собственно здесь можно только упомянуть то что вот этого первобытного человека таком самом базовом состоянии когнитивных процессов его а я говорил уже о том что эволюционизм относится не только к развитию мистического мировоззрения как такового религиозных систем как таковых но это еще связано с тем что в голове у человека при его эволюционном развитии происходило и развитие когнитивных процессов это вещи если не взаимосвязаны но скорее всего взаимосвязаны но как минимум сильно коррелирующие друг с другом ну так вот поскольку вот эти когнитивные процессы были еще слабо развитые объяснять человек не мог но он мог видеть разницу между объектами которые живые и объектами которые неживые как минимум он мог делать сравнение между своим соотечественным сородичем который только что нес с дубинами перевес на мамонта а в следующий миг он лежит бездыханный не показывает признаков жизни ну и собственно уже тогда начали появляться первые ритуальные проявления связанные с захоронением умерших сородичей и тут уже можно говорить о переходе из состояния при анимизма следующее состояние которое называют при аниматизмом при анимизма к аниматизм но некоторые авторы называют при анимизма и аниматизма как бы это одно и то же но мы немножко будем разделять так вот состояние при анимизма мы можем софиксировать только возможность дифференциации между живым и неживым и собственно говорить о том что человек задумался каком-то бессмертие о том что лежит в основе жизни и почему живое и неживое отличается друг от друга достаточно сложно но как минимум обнаруженные проявления ритуальной жизни таких древних людей а именно захоронения они намекают на то что человек уже начинал задумываться о том что такое смерть и почему она происходит но а здесь было больше все это связано с тем что как бы умершие вот трупы начинались разлагаться это приносило большое количество скажем вреда а тем сообществом которые не утилизировали трубы потому что разложение заразы и так далее вот и скорее всего я могу предположить что здесь действовал какой-то механизм типа расширенного фенотипа в терминологии ричарда докинза и расширенный фенотип как бы отобрал то есть генетический отбор отобрал сообщество с расширенным фенотипом который просто тупо начали утилизировать руку своих сородичей погибших или умерших естественно тогда вряд ли кто-то умирал естественным путем ну в общем то в конце концов это закрепилась на культурном уровне и начало воспроизводиться в нейронных сетях людей при помощи уже развития меметической меметического меметического меметической репликации прошу прощения слова вылетела то есть начало генетический отбор создал вот этот расширенный фенотип а потом меметическая репликация паттерна поведения в голове который передается из поколения в поколение при помощи культурных кодов начала это воспроизводить через какое-то время через некоторое количество поколений люди уже перестали задумывать да не и так то не задумываюсь но если раньше это было основано на генах и теперь это стало основано на традиции то есть наши деды поступали так как мы должны поступать так но как бы рефлексии интроспекции того что происходит не было когнитивные процессы были не развиты скорее всего не говорить о том что было что нет достаточно сложно меня то время не было и свечку я не держал но скорее всего не люди просто воспроизводили паттерны и закрепились именно те паттерны которые вели к прогрессу соответственно все началось вот именно с этих ритуальных погребений которые скорее всего возникли через механизм расширенного фенотипа как у бобров расширенный фенотип позволяет строить им плотину но они же не рефлексируют о том какие они крутые строители запрубили целую реку ну так вот главный тезис я слишком много говорю уже я думаю вы устали но главный тезис преанимизм это состояние самого древнейшего человека который только-только начал задуматься об опасности окружающей среды это такое все проникающее чувство тревоги за свою безопасность за свою жизнь и в этом состоянии человек дифференцирует живое от неживого и собственно при помощи механизма расширенного генотипа расширенного фенотипа на генетическом уровне произошел отбор тех сообществ которые занимались утилизацией погибших сородичей а потом все это начало реплицироваться при помощи мемов из поколения в поколение передаваясь традиционным при помощи традиции и собственно потом из этого уже при развитии человеческих сообществ появились более развитые мистические мировоззрения и мы в следующий раз поговорим про аниматизм ну что ж с вами был роман душкин надеюсь было интересно я так погрузил немножко в культурологию религии религия ведение историю религии но собственно почему потому что я в институте когда у нас была культурология я выбрал именно историю религии и само вообще изучение религии было для меня очень интересно но я говорил уже об этом собственно все еще раз призываю вас подписаться на канал ставить лайки писать комментарии если хотите что-то обсудить давайте прямо под этим видео комментарии и мы обсудим ну а на этом все до новых встреч и пока а